Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать каждого на моем канале. Спасибо, что заглянули. Сегодня у нас с вами макароны со сливками и с сосисками. 33% сливки. Получаются очень вкусные. Это не как обычные макароны. В общем, блаженство. Я там еще в этом влоге вам показываю, как это готовлю. Напиток у нас... Мохито. Здесь у нас... Изюм. Не виноград, а именно изюм. Как это вкусно! Огурчик. Правда, вот так вот получается намного калорийнее, чем взять, например, сливки жирностью поменьше. Все вкусно и калорийно. Вот куда деваться? Это просто обалденно. В общем, вчера наткнулась в инстаграме на девушку, которая живет в Украине. Выложила даже ее к себе в инстаграм. Она одевается в стиле 80-х. И меня настолько это подкупило. Мне настолько это понравилось. Причем это не образ. Она так одевается постоянно. Вот эти все шляпы. Огромные вот эти платья. Мне настолько это понравилось, что я решила себе тоже заказать пару винтажных платьев. Ну, не совсем такие, как у нее. Ну, что-то наподобие. Уже лето заканчивается. Я заказала прям летние какие-то варианты. В общем, жду не дождусь. Вы знаете, когда я была подростком, лет 15-17, мне было... Я смотрела на начитанных теть и думала, блин, как это не модно. Это такой кринж. Ой. Я думала, что это? Я не хочу быть такой. Смотрела на нашу библиотекаршу и тоже думала, как она одевается. Вообще безвкусно. Кайф. Кайф просто. Ну, в общем. А сейчас мои взгляды на жизнь очень сильно поменялись. Я смотрела на нашу учительницу по литературе. И думала, блин, какая она стрёмная. А сейчас я смотрю на подростков. Дети так выражают свои мысли, излагают суть и могут выразиться так грамотно. Апеллируют такими терминами. Я прям завидую. То есть раньше быть образованным как-то не было модно. Мы понтовались перед одноклассниками. Что? Ой, я даже не знаю, кто такой Пушкин. Я не читала ни одно произведение Толстого. И мы считали это круто. А сейчас я понимаю, что за это должно быть стыдно. Ну, в общем, такие странные мысли. Я просто наткнулась на девушку. И вот она так классно разговаривает. Она такая образованная, начитанная, знает историю. Круто. Отец моего парня заставлял Ровшана учить историю наизусть. Вы прикиньте, например, они учатся в шестом классе. Получается, лето. И вот все лето шестого класса они изучают историю седьмого. Зато сейчас он знает много чего. Под вчерашним видео я нашла вопрос. Вопрос задает Дарья Ловцова. Привет, Айка. Очень бы хотелось услышать побольше истории с братом. И очень интересно, квартира, в которой вы живете с мамой, кому она достанется, брату или вам обоим? Хотелось бы услышать ответ в следующем видео. Передаю огромный привет Дарья вам. Спасибо, что смотрите, пишите комментарии. Задаете интересные вопросы, на которые можно порассуждать. В общем, у нас по кавказским традициям считается, что дом должен достаться сыну. Если в семье несколько сыновей, то достается младшему. У меня есть подруга детства. Они четыре сестры, получается. И у них, например, брата нету. И мама уже заявила, что дом она отдаст младшей дочке. Но сейчас, особенно в Азербайджане, многие не придерживаются этих традиций. Ведь это имущество родителей, и они имеют право распоряжаться этим имуществом так, как они считают нужным. Но я говорила об этом и родителям, и заявляю сейчас на всю страну, так скажем, что мне ничего не нужно. Ни квадратного метра, ни там земли есть, которые элементарно мне отошли от государства. То есть, каждому человеку давали полгектара земли в деревне. Когда колхоз развалился, или что-то такое было. Ну, в общем, вот эта квартира, в которой мы живем, она стоит где-то 6-7 миллионов. Я не хочу ничего. Я не претендую ни на что. И даже если родители скажут, что эту квартиру мы отдаем тебе, я откажусь в пользу своего брата. Почему? Потому что я в состоянии сама себе на все заработать. Возможно, это будет звучать как-то, как будто я хвастаюсь и так далее. Реально, это, наверное, так и звучит. Но вы просто меня не знаете в жизни, какой я человек, какие у меня стереотипы. Это не то, что я просто решила похвастаться перед вами. Это просто моя позиция. И то, что там кондиционер, холодильник я купила в эту квартиру, я это покупаю для себя и для комфорта моей мамы. Я считаю это нормальным. Некоторые блогеры дарят, не знаю, квартиры, машины своим родителям и огромное уважение таким людям. Наоборот, я считаю, должно быть стыдно тем людям, которые живут офигенно, их родители где-то там подрабатывают уборщицами. Вот за это должно быть стыдно. Я в том возрасте, когда уже сама могу себя обеспечить и чего-то добиться в этой жизни. Поэтому ничего из этой квартиры это не мое. И я и не претендую. У меня всегда четкий, расчерченный план. Что я буду делать, когда? И как? Поэтому вообще и по традициям считается, что все достается парню. Да и я не хочу. Я всегда, например, даже когда откладываю деньги, у меня всегда есть книжка для... Не то, что книжка, карта, в которой я храню именно деньги на черный день. То есть, что бы ни произошло, я туда откладываю ну, 2000 рублей в месяц, например, да. Мизерную какую-то часть своей зарплаты откладываю туда. Считаю, что этих денег нету, не обращаю внимания. И в черный день я не иду с протянутой рукой, не знаю, к родственникам, к знакомым. Я просто беру и вытаскиваю деньги оттуда. Произошло вот недавно с холодильником. Это когда у нас резко сломался холодильник, я просто вложила почти все деньги, все, что у меня есть. Я вложила в квартиру, потому что квартиру я планирую сдать, а ее надо заполнить мебелью. А мне казалось, что это будет не так дорого, когда покупаешь все новое, хоть даже бюджетное, выходит уже кругленькая сумма. И тут, получается, я все запланировала, у меня все хорошо идет, и тут резко у меня портится холодильник у нас дома. И что я делаю? Вытаскиваю деньги как раз-таки с карточки, на которые я уже копила несколько лет на черный день. И опля, решаю свои вопросы. Конечно, решать вам, но мой вам совет. Не надейтесь ни на какое наследство. ни на что. Надейтесь только на себя. Сидишь, ждешь, что тебе что-то перепадет, а в конце либо что-то не получается, либо приходится очень долго ждать. Это у нас десертик. Две ложки, и все закончилось. Иногда читаю комментарии, что некоторые пишут, что ай, как ты такая жадная. Вот я просто понимаю, что вы меня очень плохо знаете. Я абсолютно не жадная. То, что я много работаю, много видео выкладываю, и пытаюсь заработать больше, это не значит, что я жадная. Это просто значит, что я трудолюбивая. Если вы будете следить за мной еще, то дай бог вы увидите, что на своей свадьбе я тоже накоплю сама. Ни на кого не надеюсь. И вам не советую. Виноград у нас есть чисто для красоты, как будто. В общем, как-то так я наелась. Спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца. Всех люблю. С вами Блайк и Эмили. Пока.